Доброе время суток, с вами канал BeautifulLady. Сегодня мы с вами распакуем две больших, просто очень огромных посылки за все мое время коллекционирования. Будет, я вам гарантирую, что очень-очень весьма необычная распаковка. Здесь у нас ничего не осталось, давайте же посмотрим, что во второй коробке. Итак, давайте же начнем с первой коробки, это у нас андаузка. Уже виднеется шерстка, и вот мордочка показалась. Ну, какая она лапочка. Аккуратно, как зениц ока. Фух, так, в целом вроде бы хорошо дошла. Я очень рада. Так, пробуем. Ух, она слуха. Итак, теперь я могу вам показать ее поближе, я ее распаковала до конца. И вот такая вот первая девочка нас встретила, она просто восхитительна. Очень милая мордочка получилась у мастера, спасибо вам большое за нее. Это мой индивидуальный заказ, так как у меня не было до этого ни одной лошади масти серого яблока. Вот такую вот лошадь я заказала. Именно вот в такой вот позе. Необычный, грациозный, я бы сказала. С носочками беленькими. Такая вот у нее мордашка просто замечательная. Мастер Мария получилась просто восхитительной, как по мне. Передать получилось абсолютно все. То есть это полностью получился резин. То не совсем в теме, объясню. Это лошадь, которая не имеет копии вообще в мире. Абсолютно. То есть она лепилась индивидуально на заказ у какого-то определенного мастера зачастую. То есть у человека мастера и таких копий вообще нету нигде больше. Это девочка андалузской породы, как вы могли догадаться ранее при распаковке ее. Но мы пока переходим к следующей модели. Следующего давайте распакуем фриза. Немного объясню его предысторию. Вот это вот моя коробка, которую я уже высылала мастеру. В общем-то сейчас вы можете видеть кадр первой распаковки фриза. Уже морда у него показалась. Вот, очень красивый фриз. Это уже фриз, да? Что-то тут мотается в ней. Вы посмотрите. Ай, копыта и нога. Что? Эх, как жалко. Вы посмотрите. Очень жалко, очень печально, что ли. И он пришел ко мне не совсем в отличном состоянии. То есть ножка была повреждена при транспортировке. Сейчас же я надеюсь, что он пришел ко мне в состояние, как полагается, новой модели. Давайте на него посмотрим. Это подставка. Такая вот его. Ноги уже целенькие, и это очень хорошо. Ух ты ж, вы посмотрите, на магните. Второй конь это вот такой вот величественный фриз, который мне пришел. Давайте сейчас я у него расплету гриву и хвост, и покажу вам его в полной красе. Вот так вот выглядит фризик с расплетенными гривой и хвостом. Просто изумительная работа, на мой взгляд, получилась. Очень живой и очень мощный. То есть как подобает всем фризским лошадям. Подставка у него магнитная. Две ноги упираются копытами на подставку, и оба копыта на магнитах. Вот так вот он выглядит, если его развернуть и посмотреть на него с другой стороны. На мой взгляд, одна из самых лучших работ получилась. Так вот выглядит его мордочка. Ну и, соответственно, все остальное. Извините, что снимаю на фоне цветка. Просто такой переход цветов, мне кажется, позволяет увидеть мельчайшие детали. Вот. То есть глаза, вы видите, очень живые и реалистичные. То есть очень такой благородный, как по мне выглядит. Он даже немного, мне кажется, изменился с последнего раза, потому что глаза у него как-то поменялись, как мне кажется. Совсем забыла упомянуть, что это также Орейзен. Передел из другой модели абсолютно. Вы можете сейчас видеть на своих экранах из какой именно. Да. И это единственное в своем роде. Ну а мы двигаемся дальше. И следующий у нас араб Корабикана по надписи на коробке. Ух ты ж. Ну посмотрите на нее. Офигенные. Вот такая вот моделька. Глазки у нее очень-очень выразительные и живые получились. Это, как могли догадаться многие, Рейзен. Арабская чистокровная кобыла. Авторство Кэтрин Кентрелл вроде бы. Очень потрясающая модель получилась. То есть не модель, а покраска. Я отправляла на покраску и на реставрацию ее. Да, то есть мастер мне сделал припинг. То есть она была покрашена несколько раз, потом не до конца смыта. И, в общем-то, это все накладывает следы на саму отливку. За что мастеру огромное спасибо. Привела ее в идеальнейшее просто состояние. И сделала вот такую вот масть весьма необычную и редкую среди этой породы. И, как я и обещала, показываю Фериону. Рейзен. В России ее не найдете. Вряд ли. Если только с рук. Как я обменялась когда-то. Вот на эту, кстати, жеребца я менялась на нее. Но, еще раз повторяюсь, она была просто в ужасном состоянии. И мастер мне ее полностью отреставрировал и покрасил. С другой стороны, девушка выглядит вот таким вот образом. То есть Робикану почему-то там было написано. Это вот такая вот масть. Очень редко встречается в природе. Особенность у арабских лошадей. То есть вполне, можно сказать, из разряда нереалистичных моделей. Но, мне кажется, хоть где-то должно быть в мире. Мелкие-мелкие отметинки. Давайте пока что двигаться дальше. Следующая у нас рыжая арабская лошадь. Пока что световой день, как говорится, не закончился. Она очень-очень легкая. Я думаю, уже многие догадались, что это за модель. Вау, девочка просто изумительная. Просто молочная шоколадка. Обалденная. Очень красивая. Прям душа Аравии. Даже не знаю. Очень красивая. Мне очень нравится. Просто изумительная покраска. И, в принципе, получилась работа. В целом, мне очень нравится. Итак, показываю вам девочку поближе. Это питерстоуновская арабская чистокровная кобылка. Вот такой вот шоколадной масти получилась. Прям напомнила молочную шоколадку. Вот, честное слово, ее покраска. Мне очень нравится. Такую я как раз таки хотела. Спасибо вам большое, Мария. Правда. Мне очень нравится. Ее масть с отметинкой. Вот такой вот. И при данном ракурсе вы можете рассмотреть ее мордочку в целом. Более детально. Махеровая тоже грива получилась у нее. Хвост тоже махеровый. Если углубиться более подробно в заказ, я очень хотела, чтобы приподнятый был хвост. То есть, как у оригинальной модели. На экране у вас будет она представлена, кстати. У нее хвост хоть и отлит с гривой и поднят. От приподнятый и гривого, в принципе, в таком же положении. Но мне захотелось чего-то более уникального. И вот такой вот заказ получился у Марии. За что ей огромное спасибо. Ну, а мы тем временем приступаем к предпоследней посылке. Точнее, коротке. Давайте же приступим. Здесь написано «Аравка гнидая». Ух ты, смотрите, какая особа крутая. Сейчас я вам вау. Вы просто посмотрите на нее. Элегантная, утонченная и очень грациозная. Итак, еще один резин в виде арабской чистокровной комбуты. Такая вот получилась. Весьма грациозная. Гнидая. И очень воронительные имеют глаза. Да, не могу их не подчеркнуть. В целом, вот так вот она выглядит. Очень нравится. То есть это передел. Аккуратно. Глаза, опять же, очень живые. Я не могу их не подчеркивать, потому что если мне в лошади не нравятся глаза, в принципе, в любой, ну, мне она в целом не нравится. Вот правда. Такая вот арабушка. Вот этот будет самым маленьким и самым последним и интригующим из всех сегодня шестерых лошадей. Загляните сюда вот вместе со мной. Вот здесь вот такое лежит чудо превосходное. Ааа, у меня нет слов. Давайте достанем сие чудо из чудес. Вы посмотрите, какой. Какой лапочка, вы посмотрите. Офигеть, блин. Я же боюсь его держать. Вот правда. Кстати, да, тут надпись. Пардон. По-моему, я не показала ни у одного из коней эту надпись. Но это надпись мастера. Прошу прощения, еще раз. Вы посмотрите, какой лапуля. У меня просто нет слов. Вы посмотрите. Офигеть. Круто. Я не знаю, хвост он двигается, нет ли. Надо будет уточнить просто. Вы посмотрите, какой. Такой застенчивый, скромняшка. Вау. У меня никогда такой модели не было. У меня просто эмоции зашкаливают. Я извиняюсь за них. Это просто нечто. Эту модель мне тоже делала. Мастер на заказ, соответственно, как вы могли уже догадаться. Это тоже резин. И я ее просила повторить, ну или почти повторить, вот эту вот работу из игры Ловади. Сильвересса носит название данная работа в Ловади. Единорожка, который лежит где-то на полянке в ожидании какого-то события. Очень красивая работа, спасибо вам большое. Я даже не ожидала, что он в реальности такой получится. То есть он достаточно маленький. Выглядит как жеребенок, но на самом деле это как бы, ну, среднего такого возраста. Это коняшка. Коняшка, блин. Че я говорю? Единорожка. Да. Он мне помещается просто вот на ладони. Для тех, кому нужен размер его. То есть размер классика он получился. Завораживающий своим взглядом. Ледяной царь. С таким вот великолепным и величественным хвостом. Я очень благодарна мастеру за то, что она помогла и реализовала мои мечты в реальность. Спасибо вам большое, Мария, если смотрите данное видео. Я выражаю вам просто большую благодарность за этих прекрасных коней. Единорожка великолепен. Таким образом лошади выглядят вместе, собранные в одном месте. Вы можете сейчас увидеть сравнение их в размерах и формах. Пожалуйста, предлагайте свои имена в комментариях для каждой из данных лошадей. Потому что названный в настоящее время у меня только данный единорог. Сильверес он получил свою кличку. Остальные пока что без имен ходят. Поэтому предлагайте, пожалуйста, в комментариях свои варианты. Потому что лошади действительно шикарные. Это, наверное, самое что ни на есть глобальная распаковка во всех смыслах данного слова. У меня на канале лошадей. В принципе. Потому что они не сравняются вообще ни в коем случае с заводскими брейерами. Еще раз выражаю огромную благодарность мастеру Марии Ивониной. Безмерно вам благодарна за таких шикарных просто лошадок. Каждый из них меня покорил. Каждый из них мне полюбился. В особенности данная красавица. Фриз. Да, в принципе, наверное, все арабка. Арабка. В позе. Единорожек. И, конечно же, Фериона. Кстати, у меня есть группа ВКонтакте. Если кто не знает, ссылка будет в комментариях. Вступайте, пожалуйста, в нее. Мне будет очень приятно. Как будет сезон фотосессии, я обязательно буду с ними выходить. С каждым из них точно выйду. Ну, а в заключение я хотела бы представить вам вот такой вот мини-видеоролик в новом формате. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok